А вы любите баклажаны? Уверена, что кто-то из вас скажет нет, но не спешите выключать видео. Я поделюсь с вами рецептом и маленьким секретом приготовления вкусных баклажанов. Для этого нам понадобятся баклажаны, мука, панировочные сухари, яйца, соль и растительное масло. Нарезаем баклажаны кружочками по 2 см толщиной. Укладываем в глубокую посуду и заливаем водой. Баклажаны легкие, они поднимаются вверх, и поэтому их желательно придавить чем-нибудь. Оставьте баклажаны в воде на час, затем слейте воду и обильно посолите. Оставьте еще на 30 минут. Было мнение, что эта процедура убирает горечь у баклажанов, но эта процедура меняет полностью их вкус. Если баклажаны не замачивать в воде, то они будут после приготовления как бы ватные внутри. А после этой процедуры баклажаны будут таять во рту. За 30 минут баклажаны впитали необходимую соль. Ополосните их под проточной водой и приступаем к приготовлению. В одну тарелку насыпаем муку, в другую панировочные сухари. В глубокой миске взбейте вилкой или венчиком яйца. Я на два больших баклажана взяла 4 яйца. Баклажаны обмакиваем в муке. Затем в яйце. И в сухарях. На сковороду наливаем растительное масло, хорошо разогреваем его и поджариваем баклажаны с двух сторон до золотистого цвета. Рецепт очень легкий и быстрый в приготовлении. Готовьте и радуйте близких! Готовьте и радуйте! И второй рецепт выходного дня. Пирог с брокколи и сыром. Для приготовления пирога нам понадобится брокколи, несколько видов сыров, у меня моцарелла, эмменталь и пармезан, тесто бризе и для заливки яйца. Тесто бризе – это песочное тесто. Уверена, что у каждой хозяйки есть свой любимый рецепт. Ну а я для своих пирогов покупаю тесто бризе. Мне очень нравится. Если вы будете использовать другие сыры, то в заливку можно добавить немного сливок. Я же использую сыр моцарелла. Он мягкий и в нем много влаги. Поэтому для заливки мне достаточно только яйца. Брокколи разделяем на соцветия и отвариваем в подсоленной воде до полуготовности. Готовим не более 5-7 минут после закипания. Я опускаю брокколи в кипящую воду. Пока брокколи остывает, можно заняться другими делами. Нарезаем на кубики сыры и натираем на терке пармезан. Взбиваем яйца. Форму застилаем бумагой для выпечки, распределяем тесто по форме и начинаем выкладывать начинку. Первый слой, конечно же, брокколи. Потом сыры. Заливаем все заливкой. Посыпаем сверху пармезаном и формируем края пирога. Отправляем наш пирог в разогретую духовку. Температура 180-200 градусов. Все зависит от вашей духовки. Выпекаем 30 минут. Очень вкусно, сытно и полезно готовьте и радуйте своих близких. Хотите, поделюсь с вами рецептами других пирогов? Знаете, почему я очень редко, а в последнее время вообще не стала снимать видеорецепты? Поверьте, на кухне мне приходится проводить очень много времени. Я балую своего мужа и семью разными вкусными блюдами. Но иногда устаю от этого и хочется просто гулять по городу, не думая о еде. А итальянцы, думаю, это и дед, даже когда спят. Конечно, снимаю красивые и вкусные витрины. Люблю наслаждаться, как творческие итальянцы подходят даже к этому. Но для меня это рутина. А вот когда выхожу гулять, для меня это праздник для души. И хочется кружиться по вечному городу, забыв про еду. Но такая уж у нас женская доля. Мы должны успевать все. И обещаю, что кружиться в танго мы будем и на кухне. В будущем буду делиться с вами рецептами. В сотый раз повторюсь, что итальянская кухня очень простая. И каждый из вас дома может приготовить эти итальянские блюда. Да простят меня вегетарианцы, но речь сегодня пойдет о мясе. Кто хоть раз попробовал мясные деликатесы в Италии, уже никогда не забудут их вкус. После первого знакомства с кусочком тонко нарезанного вяленого мяса, будь то прошутто, спек, бризауло или какой-то другой деликатес, вы запомните его вкус навсегда. Секрет итальянских продуктов заключается в простоте приготовления и качестве. Ну а мясные деликатесы становятся более нежными при тончайшей нарезке. В маленьких магазинах и на рынках нарезку можно попросить сделать вручную. В больших же магазинах чаще всего нарезают на специальной машине для нарезки. Нарезку мы покупаем не более 100 или 200 грамм на один раз. Желательно съедать сразу. После холодильника вкус у мясного деликатеса может измениться. Пока стою в очереди, люблю наблюдать в магазине за продавцами. Это целое искусство, как итальянцы обслуживают покупателей. Всегда с любовью, улыбкой. И, кажется, знают не только всех покупателей в лицо, но и куда съездили в отпуск, что ели в ресторанах и что привезли из отпуска в подарок близким. Итальянцы – удивительный народ. На этом наша танго на кухне заканчивается. Постараюсь делать такие видеорецепты хотя бы раз в неделю. Буду совмещать полезное с приятным. А вы, дорогие друзья, обязательно делитесь видео с друзьями. И до новых видео! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»